Евгения Синепол. Парина, для меня сейчас есть два актуальных вопроса. Как работать с закрепившимися ошибками учеников Fossilized Errors? Я сейчас разъясню, что это такое. И как научить взрослого чтению произношения с нуля онлайн? Конечно же, я не жду полного ответа, скорее ориентиры на курсы статьи книги. Вот, спасибо большое, Евгения, так сказать, за вот это вот добавление. Что такое Fossilized Errors? Это Fossilized это такие, знаете, если вы идете в метро, вы вдруг в граните видите ракушку, которая жила миллионы-миллионы лет назад, и вот она там окаменела. Вот это вот Fossil. Вот они там окаменели и живут навечно. Ну, живут это, конечно, я преувеличиваю. И то же самое происходит с ошибками. Вот вроде бы человек уже там давно не элементарий, он постоянно забывает S. в третьем лице. He say that. Или вот это любимое наше, да, сейчас тоже кучу плюсиков прям ожидаю. I am agree. Не I agree, а вот это вот I am agree. О, боже мой. Сколько мы раз такое слышим. Это Fossilized Error. То есть вроде бы, ну, как, я же миллион раз говорила, что не надо I am agree говорить. Нет, все равно это выскакивает. Действительно, ничего не сделаешь. Ну, как бы, так бывает, мы так устроены. Вот это вот и есть Fossilized Error, которые как бы заморозились и висят в языке. И еще их иногда называют ослиные уши. Мне тоже, на самом деле, нравится. Что с этим делать? Здесь нет простых рецептов. Вуаля, опять. Но, ну, если вы хотите немножко погрузиться в тему, вот вам пару советов. У меня в видео есть замечательная лекция Скотта Торнбери. Она сейчас тоже вам волшебно прилетит с ссылочкой, где глубоко уважаемый нами и известный Скотт Торнбери рассказывал с присущим ему юмором о том, как он, собственно, избавлялся от своих Fossilized Errors в испанском. Он новозеландец, живет в Испании давно и вот, собственно, когда он понял, что его испанский просто ужасен уже настолько, что неприлично, он стал что-то с этим делать. И там у него есть несколько таких хороших выводов, что с этим делать. Вторая, посмотри, первая рекомендация, посмотрите, естественно, эту лекцию. Рекомендация номер два. Это то, что я когда-то услышала от Хью Теллера. Он это называет словом reconditioning. И сейчас я в своем вольном пересхозе попытаюсь сказать, что он отделал. Вот, собственно, та же самая проблема с I am agree. Надо recondition, то есть показать немножко по-другому. Ну, во-первых, конечно, еще в 100-500 раз объяснить, что agree – это глагол. и научить, как бы подрилить, повторять немножко не I agree, а вот в это место, куда хочется сказать M, поставить что-нибудь другое, но правильное. I totally agree. I absolutely agree. И вот немножко подрилить так, чтобы студенты получились вставлять туда что-то, но вставлять правильно, а не неправильно. помогает. Помогает и, ну, работает. Опять-таки, не универсальный метод, но работает. Следующий совет – это развивать самоконтроль. Записывать себя на аудио, прослушивать и работать с этим. Это можно сначала проделать на уроке один или пару раз. То есть, вот вы задаете какое-то задание на говорение, ученик у вас там что-то там, значит, начинает говорить, записывать. Это всегда жутко. Люди стесняются. Это нормально. Люди стесняются. Это очень вот embarrassing. Записывать себя на видео, а потом еще слушать этот голос свой. Господи, это ужасно. Ну, надо как-то немножко себя перебороть, сказать, что, ну, это как горькая пилюля, это надо сделать. И, соответственно, они записали себя на аудио и слушаем, и ловим себя. Где, 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 где мои любимые Fossilized Aries? И вот это очень сильно помогает развивать самоконтроль. Эта же методика используется для избавления от слов-паразитов, которым тоже большинство из нас страдает. Я тоже этим страдаю, переслушиваю периодически свои записи выступления и ужасаюсь, что у меня там что-то там бывает. Ну, это потому, что я тоже человек нормальный. и записывая, повторяя, услышивая, где, собственно, эти ошибки, все-таки человек начинает немножко себя больше контролировать, потому что это про историю мозга, про чуть-чуть подзатормозить, подумать и исправиться. И, finally, да, я рекомендую вам, я же обещала книжки рекомендовать, вот я вам рекомендую книжку. Книжка называется «Correction». Сейчас вам ссылочка тоже прилетит волшебным образом в комментарий. Книжка не свежая, то есть она такая 2002 года. Она тоненькая, небольшая совсем. И тут вообще, ну, про то, как исправлять в целом, вообще, нужно ли исправлять, как исправлять, сразу исправлять, потом исправлять. Очень хорошая, дельная и достаточно такая, ну, нормальная книжка, с ней просто работать, это не в дебре куда-то лезть. И, если кто-то из вас узнает, это тоже самое было издательство Майкла Льюиса, который отец Lexical Approach и который написал, собственно, книжку The Lexical Approach и еще несколько вместе с этой книгой. Очень хорошая была серия. Майкл Льюис покинул нас в этом году. Пусть, так сказать, земля ему будет пухом, но он оставил после себя прекрасную серию простых, доступных методических книжек. Ее можно купить, это не самая простая задача, но, в общем, не такая уж и сложная. В общем, есть они у нас. И так, еще второй вопрос у Евгения был, как научить взрослых чтению произношения с нуля онлайн. Ну, тут онлайн, не онлайн, мне кажется, не важно. Вообще, у нас там был, еще будет вопрос про акценты британские, американские. Вопрос очень широкий, потому что, на самом деле, я же не буду вам сейчас вообще рассказывать про то, как teach pronunciation, как это делать. Я не думаю, что, во-первых, онлайн отличается от оффлайн сильно, потому что вы можете делать все то же самое. И вот я тоже не совсем поняла об этом вопрос, что это значит, чтению произношения. Но раз я вам рассказала сегодня так горячо и самозабвенно про адаптированное чтение, у адаптированного чтения есть еще одна штука, которую можно использовать. Когда я до этого говорила про чтение, я, естественно, имела в виду читать про себя. Пожалуйста, не мучьте себя, не мучьте там своих детей, учеников, как бы не надо читать слух. Вы сами прекрасно знаете, когда мы начинаем читать с листа на русском, мы очень плохо понимаем, о чем там, если мы заранее не готовились, или если мы не тренировались как дикторы, например. Если стоит задача про произношение или, например, есть же у нас прекрасное задание в ЕГЭ первое, прочитать вслух, то есть такая штука, которая называется shadowing. Многие книги с адаптированным чтением идут с аудиодисками. Вопрос, что с ними делать. Вот можно, если есть задача немножко потренироваться произношению и учить, почитать вслух, то можно сделать так. Сначала вы читаете текст про себя, немножко его там как-то понимаете, про что это. Потом вы слушаете аудио и глазами смотрите туда же, еще раз. и потом вы начинаете собственно этот shadowing, когда вы за диктором пытаетесь повторить. Очень хорошая штука для произношения. Продолжение следует... Продолжение следует...